Гость в студии. Комета Донецк. 98,6 Тепан. Лену, большое спасибо. Очень рада вас снова нас видеть. Добрый день. Мне тоже приятно еще раз прийти к вам и озвучить очень важную такую глобальную тему. Я считаю, что она касается каждого из нас. Мы, да, все сейчас находимся в стрессовой ситуации в той или иной степени. И тем не менее, опять же, мы все в социальном взаимодействии, постоянно контактируем с другими. И желательно людям донести, как же может стресс влиять на общение, на взаимодействие с другими. И какие могут быть последствия этого. Давайте с самого начала. Вообще, что такое стресс? Как он на человека влияет? Он ведь может быть, насколько я понимаю, и положительные последствия иметь, и отрицательные, ведь так? Вообще, стресс – это защитная реакция организма на какие-то новые травмирующие события. То есть, в принципе, это нормальная реакция. Это то, что должно быть. Но давайте будем разделять. Стресс делится на дистресс. Это длительный стресс, который влияет на психоэмоциональное состояние человека, на перестройку организма. То есть, человек, долго пребывающий в стрессовом состоянии, который не может перестроиться, который не может включить ресурсы адаптивности и адаптироваться к этой новой ситуации, соответственно, он впадает в ситуацию дистресса. И это уже является негативным явлением, потому что дистресс – это тот, скажем так, фактор, который будет влиять негативно на все сферы жизни человека. Не только на здоровье, но и на общение, на мотивацию, на мышление. Ну, то есть, на все, что человека окружает, все, что вот в нашу жизнь входит. То есть, ну, человек, который постоянно в этом состоянии находится, он не может адекватно реагировать на окружающую среду, получается, и на окружающих его людей. Ну, начнем с того, что во время стресса, во время дистресса, скажем так, человек становится более ранимым, человек становится более эмоциональным. Соответственно, у него появляются новые реакции на обычные ситуации, на взаимодействие привычное, которое вот было до этого, до этой стрессовой ситуации. Ну, например, да, берем ситуацию, когда человек приходит на работу, ему делают обычное замечание, ну, допустим… И он взрывается. И он взрывается. Либо есть еще вариация, человек закрывается, человек уходит в себя, и начинается вот эта вот система анализа внутреннего, которая может завести в тупик. То есть, я не такой, я плохо делаю, я хуже. То есть, вот это вот то, что надо убирать, то есть, то, от чего надо избавляться, человек не может адекватно воспринимать ситуацию, либо он уходит в критичность, либо критичность, наоборот, у него исчезает. То есть, он начинает как бы сам себя уговаривать, что нет, это не я плохой, а это все вокруг плохие. Конечно, это еще зависит от личностной структуры, от характерологических особенностей человека. То есть, да, ну, например, ситуация реальная. То есть, человеку делают замечание вполне обычное, ну, просто вот сдает квартальный отчет. Ему делают несколько там замечаний, которые в отчете не соответствуют. Один человек может взорваться, может сказать, да нет, вы меня тут гнобите, вы меня тут хотите вот понизить мою самооценку. Другой человек скажет, нет, вот я хуже работаю, вот я плохой, вот я не дотягиваю. То есть, да, в зависимости от вот этих особенностей наших личностных, у каждого различная реакция будет. И очень важно в работе со стрессом, да, в работе, когда человек обращается, обращать внимание на вот эти вот индивидуальные особенности. А может ли человек как-то сам научиться контролировать вот эти разные ситуации, свои разные состояния? Конечно, может, я же и говорила изначально о том, что стресс – это нормальная реакция на новые условия, то есть на новую ситуацию. Поэтому у каждого из нас есть ресурсы адаптации. Только вот в какой момент эти ресурсы, да, поднимутся, и как быстро, как скоро мы с этими, с этой ситуацией, ну, скажем, смиримся, войдем в эту ситуацию и начнем ее принимать, и уже начнем в этой ситуации нормально функционировать. Тоже зависит от человека, от его качества. Кто-то может, допустим, понять, да, принять эту ситуацию сразу же и начать вот уже по-новому строить свою жизнь. Ну, и даже не свою жизнь, а поведенческие аспекты менять там, взаимодействие с другими. А кто-то, наоборот, будет уходить там в себя, будет пытаться обвинять, ну, то есть различные функции включать, обвиняющие также, агрессивные. Потому что, в первую очередь, стресс, он еще влияет на психоэмоциональное состояние человека. То есть какие эмоции мы будем выделять. Есть негативные эмоции, есть, наоборот, когда человек хочет, чтобы его приняли, чтобы его поддержали, и он будет пытаться ото всех вот эту поддержку и принятие взять. Что тоже очень часто приводит к конфликтам. Ну, реальная ситуация, приходит человек домой, человек находится в состоянии дистресса, длительно у него не получается, у него настроение ужасное, у него там вот все раздражает, да. И вот он хочет прийти домой, поделиться с близкими, чтобы его приняли, чтобы ему там поддержали, чтобы оказали, ну, грубо погладили, поглаживание эмоциональное дали. Он приходит, а на него не обращают внимания. И он будет ходить за всеми домашними, просить, вот пытаться рассказать все, от него будет отмахиваться. У человека начинает возникать, опять же, либо раздражение, ну, как это, меня не понимают, ну, почему это происходит. Либо, наоборот, он, ну, вот я никому не нужен, да, и все, то есть я ушел в себя, закрылся, отгородился от всех, вот дистанцию выстроил и пошел дальше так, обвиняя других, что вот они плохие, они не понимают, они не принимают, но мне же плохо. И в эти моменты, кстати, возможно, где-то на горизонте окажутся представители тоталитарной секты. Которые примут, которые помогут. Вот я как психолог все-таки считаю, что когда мы видим в себе, и не только в себе, а вообще в близких наших, какие-то моменты, которые отличаются от нормального поведения, от нормального состояния, все-таки надо человеку как-то попытаться помочь разобраться. Даже если нет времени, даже если для нас эта ситуация вполне нормальная. То же самое очень часто, да, вот семья, это же тоже является одной из сфер межличностных отношений в семье. Чаще всего вот это вот стрессовое состояние, оно выплескивается, потому что где-то на работе, где-то с друзьями, со знакомыми мы себя контролируем, сдерживаем. Часто вот собираем, собираем, накапливаем. Приходя домой, уровень контроля ослабевает, мы начинаем, что делать? Мы начинаем сбрасываться на близких. То есть любая мелочь может привести к взрывной реакции. Тут же начинается ответная реакция, то есть от близких. А что это ты себя так со мной ведешь? А почему это так? И вообще что ты себе позволяешь? Либо наоборот. Вот когда человек уходит в себя, да, вот пришел там с работы, а к нему начинают, вот расскажи, какой у тебя день, как у тебя там прошло что-то. А человек, да, отстаньте от меня, вот я хочу побыть один, дайте мне время, то есть он пытается отгородиться. А близкие и домашние, они же не понимают происходящего. Они пытаются, да, они пытаются вытянуть это, и человек это воспринимает как угрозу, то есть нарушаются его рамки личностные. А что делать тогда? В этот момент надо, опять же, оценивать ситуацию и учиться принимать человека, который находится в стрессе. То есть если человек говорит, не нужно побыть одному, давайте дадим ему это время, чтобы он побыл наедине с собой, чтобы он сам понял, он выйдет рано или поздно, он выйдет на контакт, сам он подойдет, он обратится. Когда же человек, наоборот, срываться начинает, то есть стоит у него узнать, почему так, вот ну что, что, что у тебя происходит, что случилось, почему вот ты себя так ведешь. Может, у тебя что-то на работе происходит, еще что-то. Человек обычно, который вот такие импульсивные реакции выдает, да, он начинает выплескивать, он рассказывает, он проговаривает. Лучшее избавление от вот этой вот ситуации, от психоэмоционального состояния – это выговориться. То есть вот не зря есть поговорка, там да, встретиться, поговорить, выговориться, сбросить. То есть это своеобразный сброс. И люди, находящиеся с нами рядом, они могут как помогать нам, так и наоборот подавлять вот это желание сброситься. Я знаю, что некоторые привыкли вот так сбрасывать или делать иллюзию этого сброса с помощью антидепрессантов, алкоголя. Но насколько это правильно? Ну, очень часто на фоне нервного стресса меняется поведение. И человек может прибегать к деструктивным способам снятия стресса – это курение, алкоголь, употребление токсических веществ. На самом деле все эти способы разгрузки, они не являются эффективными. Почему? Тот же алкоголь, да, там встретились с друзьями, там выпили, но сама ситуация, запускающая стрессовую ситуацию, и вот этот стресс, он не уходит никуда. Просто приглушает. Опять же, он даже не приглушает, просто в этот момент снимается контроль. Чаще всего, как бывает, да, есть люди, которые не показывают, что что-то происходит у них новое, не показывает свое состояние, не хочет делиться. Вот как они говорят, ну это же моя проблема, почему я должен других в это погружать? И во время принятия там спиртных или токсических веществ, что уровень контроля снижается, человек становится более разговорчивым, человек может поделиться чем-то. Но опять же, наступает момент, когда человек трезвеет, приходит в нормальное состояние. А причина никуда не делась. А причина никуда не делась, еще появляется очень часто чувство вины за то, что произошло. То есть я рассказал, а это же может быть использовано против меня, и зачем я вообще других там нагружаю этим всем. И получается новый виток или это новая степень этой стрессовой ситуации. Ну опять же, будем исходить из того, у каждого из нас есть защитные механизмы, которые призваны как раз таки для того, чтобы защитить психику человека от травмирующих обстоятельств. Они бывают абсолютно разные. У кого-то это отрицание, то есть человек отрицает наличие проблемы, стресса у себя. У кого-то это рационализация, человек пытается логически объяснить происходящее. Но момент в чем? Защитные механизмы не осознаются нами. Их можно увидеть со стороны, но опять же, их могут увидеть в основном специалисты. И когда мы там другу во время распития алкогольных напитков рассказываем и пытаемся, ну да, берем пример рационализации, пытаемся объяснить, очень часто возникает момент, когда нам дают советы. Причем советы не качественные, не профессиональные, а просто житейско-бытовые, которые могут еще и навредить. Вы знаете, я вот в этом плане для себя выбрал такую позицию. Я стараюсь не давать советов, потому что любой совет, он так или иначе будет основан на моем собственном опыте. Ведь так, а мой опыт мало кому может подойти. Конечно, да, есть два вида, скажем, рекомендации. Субъективный и объективный. Субъективный это когда человек делится своим опытом жизненным на своих личных примерах. Но опять же, исходим из того, что все мы индивидуальны. Конечно. Все мы по-разному реагируем. Кому-то может подойти этот метод, этот способ, этот совет. А кому-то он наоборот может навредить и привести к еще худшим условиям. Еще больше человек загнать в это состояние стрессовое. Ну понятно, что стрессом подвержены как дети, так и взрослые. А вот есть ли какая-то разница в восприятии стресса или в приходе, или не приходе в это состояние дистресса, длительного стресса? Разница есть, опять же, только в личностных особенностях и в характерологических. То есть, все зависит от того, насколько мы эмоциональны, насколько мы восприимчивы и насколько мы можем это на себя брать. Дети, да, им чуть проще, ну вот, опять же, по нам, не все дети, то есть, ну, чаще всего. Дети могут уходить там в творчество, когда они рисуют. Вот они чувствуют этот стрессовое состояние, они могут порисовать, они могут обыграть эту ситуацию в игре. То есть, и с такого рода они сублимируют и прорабатывают, опять же, сбрасывают это накопленное состояние стрессовое. Но сама ситуация запускающая, она же никуда не уйдет, то есть, там надо работать. А как вот человеку со стороны понять, что кто-то из его близких или это какой-то родной человек вошел в это состояние дистресса? Ну, понятно, что есть явные какие-то проявления, когда человек очень сильно замыкается или когда, наоборот, взрывные какие-то реакции у него бывают. А есть ли что-то такое, что может быть, ну, не настолько просто, различимо, но оно явно показывает, что человек уже в этом состоянии? Конечно, есть, но, опять же, увидеть близким – это крайне трудно. В основном это уже уровень, который видят только специалисты. Почему? Потому что близкие люди, они привыкли сравнивать поведение до и в настоящий момент. Вот только на этих признаках мы можем определить, что у человека происходит что-то не то, и что он ведет себя иначе, и поступает иначе. Опять же, да, мы говорим, что кто-то может быть вот гармонично красивым, либо, наоборот, безобразно непривлекательным. И это все вот происходит за короткое время. Опять же, стрессовая ситуация, она возникающая внезапно. И определить, да, что с человеком что-то не то, можно даже близким именно на поведенческом уровне, на поведенческом, на уровне взаимодействия. А может ли сам человек на каком-то, я не знаю, уровне определить, что с ним что-то не то? Есть люди, да, есть возможность человеку иногда понять, да, что-то я как-то не так себя веду, как-то я где-то здесь ошибаюсь. А как этому научиться? Нет, человек, конечно же, понимает, что с ним что-то не то. Почему? Потому что он сразу же изначально чувствует вот это вот ощущение дискомфорта появляется. Ощущение не так, как раньше. То есть что-то мешает, что-то задевает, там, допустим, да, слова какие-то, которые раньше воспринимались нормально, действия, там, поведение других. Опять же, да, в окружении любого из нас есть люди, которые, там, повышают нашу самооценку и понижают ее. И уже только от нас зависит, насколько мы сами можем уравновесить свое состояние, да, и отношение к себе. Если ранее человек, который, там, повышающий нашу самооценку, говорит, там, нахваливает, там, дает какие-то, там, вот, там, ты молодец, ты вот так держать, да. Когда человек в нормальном состоянии реагирует, да, он воспринимает это как мотивирующий аспект. Человек, находящийся в стрессе, он может это воспринимать как обычную речь. То есть он уже не будет реагировать, и иногда его это даже в раздражение приводит. То есть, а почему он меня хвалит? То есть, может, это лесть какая-то. Да, может, он хочет там что-то меня поймить. Может, да, он как-то, может, вот, может, это цинизм, может, это вот что-то, он, ну, не так это делает. Другой наоборот. А почему он меня нахваливает? Ну, я вот недостоин этого. Почему мне так говорят? Может, они смеются, может, они вот так вот намекают, что мне надо лучше стать. Давайте сделаем небольшой перерыв на музыкальную паузу и после этого продолжим нашу беседу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мелодия живет внутри меня. Тик-так, 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 хорошее настроение. Это знак, это мой знак, это мой знак, ритм на сердцебиение. Тик-так, 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 тик-так. Утро настало, я побежала Туда, где улыбается цветовая гамма Навстречу летят меши, гладят лицо Лучи, я пою песню латино Мотивы веселых красок кариба Танец огня внутри меня Все будет хорошо, девиз днем Хорошее настроение Это знак, это мой знак Ритма, сердцебиение Тик-так, тик-так, тик-так Хорошее настроение Это знак, это мой знак Ритма, сердцебиение Тик-так, тик-так, тик-так День пробуждает звуки Мой день убит со скуки Я поднимаю руки Иду по своей дороге я Краски любви горят в глазах Острее, чем в основе мечта Я плыву по мелодии дня Все будет хорошо, ай-яй-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Это мой знак, ритма сердцебиение Тик-так, тик-так, тик-так Хорошее настроение Это знак, это мой знак Ритма сердцебиение Тик-так, тик-так, тик-так Хорошее настроение Это знак, это мой знак Ритма сердцебиение Тик-так, тик-так, тик-так Я напоминаю, что сегодня наша собеседница Анастасия Алексеевна Ахмат, практический психолог, кабинета, телефон доверия, РКПБ, медико-психологический центр. И тема сегодняшнего нашего разговора – это влияние стресса на сферу общения людей. Анастасия Алексеевна, ведь получается, что человек не только сам от этого страдает, страдают его близкие от его такого длительного стрессового состояния. Конечно, последствия психоэмоционального напряжения, они же крайне негативно сказываются на общению и в первую очередь между родственниками. Абсолютно неважно, кто из супругов подвержен стрессу, в этот момент вся семья будет переживать трудности. Это может отразиться на таких аспектах личной жизни, как общение, то есть это беспричинная агрессия, как уже говорилось, вспыльчивость, раздражительность, тяга к конфликтам. То есть приходишь домой, стоит посуда не помытая в мойке и начинается, то есть вот почему я там целый день на работе был, ты посуду не помыла. Либо, наоборот, женщина может говорить, вот я тут работаю, убираю, стираю, ты меня не ценишь. Не можешь одежду правильно смотреть. Да, и провоцируют вот эти конфликты, то есть пытаясь какую-то реакцию получить в этот момент. Либо пожалели, либо наоборот, чтобы продлили вспыльчивость, импульсивность, агрессивную фазу. Также очень часто, и это одна из таких основополагающих стрессовой ситуаций, страдает интимная жизнь. То есть это либо нежелание выполнять супружеские обязательства, либо кто-то из супругов может заводить любовника, любовниц, то есть искать каких-то новых ощущений на стороне. И это тоже относится к стрессу. То есть если дома меня не принимают, не понимают, да, я пойду туда, где мне это могут дать. Но это тоже обман. Конечно, это обман, но при этом человек пытается избежать вот этого своего внутреннего дискомфорта. То есть все же люди, они же пытаются, то есть они у себя в голове формулируют мысль, что это вот может быть одноразово, и никто об этом не узнает. Но рано или поздно, да, вот когда человек уже адаптируется к этой своей состоянию, к стрессовому своему, то есть он понимает, и вот тут начинается опять же вторая фаза, фаза чувства вины. Которая может второй виток запустить, и опять же в семье начинаются конфликты, стрессы. То есть, да, вот часто в последнее время по обращениям, когда в семьях либо кто-то из супругов подозревает измену, либо уже явная. И когда начинаем работать, да, с этой проблематикой, понимаем, что у кого-то из супругов, либо у обратившегося, который к нам звонит, либо у человека, то есть там у супруга есть стрессовое состояние, даже дистрессовое. И предлагаем работать начать, предлагаем обратиться куда-то, вот, но люди не понимают, опять же, люди ищут причину во всем, в другом, то есть кто-то роется в себе, да, вот рядом, если находится с нами человек в стрессе, мы не обращаем внимания на то, что с человеком что-то происходит, мы начинаем искать причину в себе. Зачастую это женщины, то есть они, я что-то не так делаю, я, наверное, не такая какая-то, может мне там себя там усовершенствовать, там похудеть, перекраситься и прочее. На самом деле гораздо проще просто понаблюдать за супругом и понять, вот, что стало той точкой взрывной, да, что запустило этот механизм, почему это, почему вот эти изменения начали в семье происходить. То же самое, реакция на детей бывает разная. Если ранее там любимый ребенок, да, был и резко начинает кто-то из родителя критиковать, начинает там делать замечания, проверять там дневники, новые какие-то правила устанавливать или под контроль брать, тоже надо обращать на это внимание, потому что дети, они ранимы, они не понимают, что же происходит. То есть ребенку сложнее заметить, что кто-то там или папа или мама находятся в стрессовой ситуации. И второй, да, супруг, он, конечно, для себя должен такую вот галочку поставить, то есть разобраться, что же, в чем причина таких резких изменений. То есть получается, что зачастую, может быть, даже слишком часто, вот, беда наша в том, что мы недостаточно внимательны к нашим близким. А иногда чрезмерно. Ага, а можно об этом немножко? Излишняя вот эта вот внимательность, излишняя навязчивость, как бы я сказала, то есть есть такие вот люди, которые пытаются, ну, даже так вот слиться со своим супругом, они становятся тем фактором, который вызывает дополнительное раздражение, которые вгоняют в стресс. То есть, опять же, человек в стрессе иногда хочет побыть один, и такие люди нарушают его личностные рамки. Вы действительно, да, вы знаете, бывает такое. И когда вот рамки ломаются, то есть мы получаем дополнительную вот эту травматическую ситуацию, на которую мы даем уже вот реакцию неоднозначную, то есть вплоть до агрессии. А человек-то не понимает, который… Он действительно хочет, он соседа, что все это делает. Да, он хочет помочь, он пытается разобраться, он вот кидается в это все, то есть как это так, вот я же хочу тебе помочь. А человек отгораживается, и вот тут возникает дистанция, да, которая повышается напряжение, повышается тревога, причем у обоих участников. И люди начинают сомневаться уже вообще, есть ли смысл быть вместе. То есть, если человек меня не понимает, зачем я с ним вот нахожусь, зачем я с ним живу рядом, появляются обиды, появляются какие-то… Кто-то подавляет себе, кто-то вот в виде состояния, да, вот это стрессовое, кто-то не высказывает, появляется недосказанность, которая рано или поздно может вылиться и перерасти в уже серьезные конфликты. Как же всему этому научиться, и как это все в себе найти, вот умение найти вот эту грань? Для начала надо научиться принимать в себе все изменения. То есть, если мы чувствуем, да, что что-то не то происходит, и понимаем, что, ну вот где-то что-то запустило, надо, ну опять же, не погружаться глубоко в анализ. Иногда вот эти сама копания, как я сказала бы, они приводят к тому, что мы уходим в тупик, и мы заводим себя в такие дебри. Ну и как специалист могу сказать, что если мы это понимаем, если мы принимаем тот факт, что есть проблема, что есть стрессовая ситуация, с которой мы не можем справиться, то все-таки лучше обращаться к специалистам. К кому? К психологам, к психотерапевтам, опять же, телефон доверия. Да-да-да, то, о чем мы с вами говорили, телефон доверия. А что вы можете сказать о посттравматических стрессах? Ведь, к сожалению, сейчас очень многие люди у нас от этого страдают. Ну, на данный момент посттравматические стрессовые расстройства и посттравматические стрессы – это явление, которое, можно сказать, даже уже обыденное. Все мы переживаем войну, да, к сожалению, и с этим чаще сталкиваемся. И вот для меня, как для специалиста, очень, скажем так, болезненно я воспринимаю тот факт, что люди очень поздно обращаются. Посттравматика, она имеет свои определенные особенности протекания, и в этот момент человек пытается чаще всего закрыться. Для чего? Для того, чтобы понять, что с ним это уже произошло, что в данный момент вот что-то не то, что-то не так. И в этот момент очень важно понять, что же с человеком происходит. Ну, первично проявляется безразличие, враждебность и бесчувственность, пропадает желание к переменам, наблюдается притупление эмоций и устранение от общества. То есть человек в этот момент пытается дистанцироваться от всех. Отгораживаться, да? Отгораживаться для того, чтобы понять, чтобы принять себя в новых условиях. И вот если ему вовремя не оказать помощь, он становится совершенно другой личностью, идут уже личностные изменения. Но тут следует уточнить, наверное, что посттравматический стресс это подразумевает под собой не только после физической травмы, но какой-то психологической, ведь так же? Конечно. Например, когда мы становимся свидетелями гибели близко, да не только близко, а свидетелями гибели, это запускает механизм посттравматического стрессового расстройства. Для нас ненормально видеть смерть, для нас ненормально видеть травмы. Например, во время обстрелов, когда люди являлись участниками событий, когда многие были травмированы физически. Даже сам момент обстрела, когда прилетают вот эти снаряды, рушатся здания, ну вот эта вот паника, тревога, все, человек уже является фактически пребывающим в посттравматическом стрессе. Ну вот вы сказали, что первая реакция у человека это отгородиться как-то, да? И опять-таки, наверное, все зависит от каких-то личностных характеристик, что кому-то потом легче выйти из этого ограждения, а кто-то может там остаться надолго. Кто-то может невербально показывать, что ему нужна помощь, то есть он будет постоянно говорить об этом, либо наоборот он будет пытаться избегать тем об этом. И вот это вот такой маленький маячок, когда говорит, что человек пытается найти поддержку у других, то есть чтобы его приняли. Вот, например, сейчас, да, очень часто такая тематика, когда люди, которые уезжали в 2014-2015 год, возвращаются, и люди, которые оставались здесь на протяжении всех боевых действий, и когда они пытаются поделиться, рассказать, как это было страшно, как это вот ужасно было, их не понимают. И опять же, люди, почему в избегание уходят? Потому что они считают, что невозможно понять то, что они пережили. Это кажется настолько индивидуальным ощущением, оно на самом деле индивидуально, каждый по-разному на это будет реагировать. Вот, но сталкиваясь с непониманием, с непринятием, человек, конечно же, опять же, либо будет в избегание уходить, либо может выдавать в агрессивную реакцию. То же самое, как люди, которые уезжали, они же тоже подвержены стрессу. Почему? То есть пришлось менять место жительства, пришлось к новым условиям. И когда они возвращаются, их не принимают, они уже чужие. Очень часто звучат, что вы там предатели, вы бросили, вы перебежчики. И это тоже является нормальной реакцией, потому что те люди, которые остались здесь, они пребывают в посттравматическом стрессе, и для них эти условия, они уже норма. Они, к сожалению, привыкают к этому состоянию стресса. Обратите внимание, да, обстрелы идут, дети играют в футбол на улице, они уже не уходят. Идут обстрелы, там люди огород сажают, бабушки, дедушки, причем вот рядом там, да, там аэропорт. Да, было такое, конечно. И им говорят, ну вы же понимаете, что это опасно для жизни. Они говорят, так что, жить-то дальше надо, то есть все, уже выключается вот эта функция самосохранения, человек какими-то другими ресурсами заполняет это. То есть вот мне надо огород садить, чтобы кушать что-то было. А, кстати, это идет на плюс или на минус? Вот такая реакция. В зависимости от того, что это дает человеку, но чаще всего это на минус идет, потому что это такая очень тонкая грань, когда человек может себя привести к разрушению и к саморазрушению в том числе. То есть человек, у него снижается вот эта вот бдительность, внимательность. То есть да, мы слышим свист, но мы на него можем не отреагировать. Вот действительно, какая же тонкая все-таки грань. У нас ведь немало семей военнослужащих, и они тоже находятся в этой стрессовой ситуации, они болеют за своих родственников, за своих родных, за мужей, за жен, за тех, кто несет службу. Вот как у них это все проявляется, и как им научиться с этим справляться? Помимо того, что они болеют и переживают за своих близких, которые находятся на военной службе, так они еще и сталкиваются с тем, что человек, который приходит домой в те же увольнительные, он ведет себя несколько иначе. Он становится немножко другим. Он становится немножко другим, и это очень тяжело принять, потому что мы-то жили с человеком в нормальных условиях, привыкли принимать его таким, как он был. Ну, к примеру, да, стандартная ситуация, мужчина военнослужащий возвращается домой, жена его пытается повезти куда-то на культурно-массовые мероприятия, в тот же театр, например. Ему это не нужно. Ему это не нужно, и она встречается сначала с сопротивлением с его стороны, то есть он говорит, я отдохнуть хочу, я устал, а с другой стороны это еще и агрессию может нести, потому что он ей начинает объяснять. Он говорит, понимаешь, там люди гибнут, там война идет, а ты меня тут вот на развлечения тащишь. Ей не понять того, что происходит там, она не может видеть его глазами, ощущать, переживать. Конечно, да. И, соответственно, это тоже будут конфликты в семье, и не только в семье. Обратить внимание, да, ну вот люди, которые находятся, скажем, в гражданской жизни и военнослужащие, у них немножко иное восприятие. И очень часто это порождает конфликты между ними, потому что мы не можем человеку, который, скажем так, находится в активной зоне боевых действий, и даже люди, живущие, которые там, мы не говорим сейчас о военнослужащих, они иначе воспринимают жизнь. Конечно, конечно. Для них непонятно, почему в центре Донецка очень много культурно-массовых мероприятий, почему работают кафе, рестораны, то есть у нас тут вот трудовские, да, взять, у нас тут война идет, нас тут обстреливают, а у них там, значит, развлечения, а что так? И это очень часто звучащий вопрос. И пытаемся объяснять людям, что вот, ну, жизнь-то продолжается, жизнь идет. Просто вот вы находитесь в этой зоне, да, вот, ну, давайте вы приедете, мы попробуем вот изменить ваше отношение к этому. Так, на самом деле, вот эти вот все творческие и культурно-массовые мероприятия, они очень позитивно на нас отражаются. То есть человек через посещение вот этих мероприятий, он может себя адаптировать, и он может проработать что-то. Музыка, извините, это же очень хороший терапевтический момент. Через музыку человек может прорабатывать свои эмоции, свои переживания. И даже есть такое направление музыкотерапия. Да, да, конечно. Не зря придумано, это посредством музыки мы пытаемся вытащить какие-то глубинные переживания. Поэтому, наоборот, пусть ходят, пусть посещают. Людей надо приводить в то состояние нормальное, чтобы они переключались с вот этого стрессового состояния в нормальную обычную жизнь, чтобы они находили ресурсы адаптационные и двигались дальше. И вот вы знаете, в этом плане, я как раз недавно это обсуждал со своим другом, что вот начиная с 2014 года, ну ладно, пусть начало 2015. У нас ведь в наши театры, в филармонию практически невозможно купить билеты. Они все раскупаются гораздо раньше, как только попадают в продажу. Вот, наверное, тоже вот такой эффект. Конечно, это несет эффект позитивных эмоций, да. Человек, приобщаясь к искусству, он себя чувствует даже иначе. Он себя чувствует счастливым, гармоничным, более умиротворенным. И понятное дело, что туда будет больше наплыв людей идти. И в таком случае вот эти концерты, которые наша власть регулярно открывает, вот эти опен-эйры на открытой площадке, это тоже вот несет точно такой же эффект психотерапевтический. Конечно, это будет нести психотерапевтические моменты. Опять же, посмотрите, сколько молодежи в это вовлечено. Конечно, да. Молодежь, она менее будет подвержена уже вот этим стрессовым ситуациям. Они заняты, они постоянно в чем-то двигаются, какое-то вот направление новое, что-то какие-то там концерты, какие-то там мероприятия, да. Им есть чем заняться, им некогда думать, переживать, им некогда уходить в стрессовое состояние глубоко. Ну вот мы сказали о музыке, о музыкотерапии, вообще о культурных каких-то мероприятиях. А есть ли вообще еще какие-то способы или, может быть, там правила, которые может человек себе установить самому, чтобы добиться, достичь вот этой стрессоустойчивости или выходить из этого состояния стресса? Ну, первично выйти из стрессового состояния можно, переключив себя на что-то. Чаще всего это деятельность. Если обращали внимание, люди в стрессе, они очень часто погружаются в работу с головой. Да, да, да. И за счет работы они выходят на нормальное свое состояние, поэтому, включив человека в любую какую-то деятельность, неважно, если это ребенок, в игровую деятельность, если это взрослый, в рабочую деятельность, ну или просто что-то помочь по дому, какое-то взаимодействие. То есть, и вот через это человек проще пройдет. А для себя каких-то там вот конкретных, да, там правил, техник, чтобы себя адаптировать, надо четко понимать и учиться принимать все новые изменения, которые в нас появляются. То есть, страшно – это нормально. Не надо запрещать. И самое распространенное, вот что у нас есть, это подавлять в себе эмоции. Ни в коем случае не надо этого делать. Лучше выкричаться, выговориться. Да, покричать, выплакаться, выговориться – это нормально. Страх – нормально, боль – нормально, обида – нормально, переживания – это нормально, это то, что в нас есть, нельзя это подавлять, иначе оно имеет накопительный эффект. Оно копится, копится, копится и как раз приводит к дистрессу. Поэтому, наверное, когда человеку вообще никак, когда пропадают все эмоции, это, наверное, страшнее, чем если они есть. Ну, я не думаю, что они пропадают, как таковы они сами никогда не пропадают. Или они загоняются в лоб. Они не загоняются, то есть даже апатия, да, она чем-то вот все равно какими-то эмоциями определяется. Вот это уныние, там, печаль – это что же своего рода эмоции? Мы не можем без эмоций вообще быть. Есть, да, такое понятие алекситимия – это вот когда, ну, это уже болезненное состояние, когда человек не испытывает эмоций. Но при этом они все равно как-то вот реагируют. Когда смешно на шутку, соответственно, они смеются. Ну, это же тоже своего рода эмоции. Ну, да, конечно. А опять же, да, лучшее средство – это постоянно работать над собой, постоянно смотреть, чего мы достигаем, постоянно двигаться вперед, идти к чему-то новому. Ну, там, вот, как сейчас я говорю, вот отличная погода, да, ходите, гуляйте, обращайте внимание на окружающий мир. Да, не всегда время есть, но уделить 5-10 минут прогулки по городу, просто там воздухом подышать – это тоже хорошо. Это переключает, потому что у нас же как идет, мы же по кругу там ходим, работа, дом, дом, работа, никуда не выходим. И начинается вот, мы приводим себя к выгоранию эмоциональному. Это то, что, кстати, способствует развитию дистресса. Да, можно даже сейчас, вот, действительно, погода устанавливается хорошая, но у кого есть возможность, я, например, для себя уже выбрал такой прием, я просто хожу по городским стопкам, по парку вокруг стопков. Или просто пройтись по набережной, где угодно, да, хватает красивых мест у нас в городе. Конечно. Опять же, да, ни в коем случае нельзя там вот избегать привычных, мы сейчас даже не о стрессе говорим, то есть, если есть друзья, да, поддерживать с ними отношения, пытаться контактировать, пытаться давать поддержку. И тем самым мы не только себя будем, скажем так, от стресса уводить, но еще и, возможно, помогать другим разгружаться. Элементарно просто позвонить, узнать, как дела у человека, да, человеку это приятно. Посмотрите, вот, пример такой самый маленький, но яркий, супермаркет-касса, и когда человеку говорят спасибо большое за покупку хорошего дня, человек начинает улыбаться, у него уже настроение повышается. То же самое, когда вот где-то поблагодарили, где-то кому-то что-то помогли, там, бабушке сумочку перенести, она сказала спасибо, да, уже у человека меняется эмоциональное состояние, уже человек начинает себя по-другому вести, ощущать. Поэтому очень важно себя вот как-то подбадривать, как-то себя наполнять хорошими эмоциями. Как я всегда говорю, когда мы просыпаемся, так как мы свой день вот начнем, так он и будет протекать. Если мы просыпаемся с таким угрюмым видом, ой, вот погода плохая на работу, надо, конечно, и день будет вот таким сумбурным. Когда мы просыпаемся, да, ой, новый день, новые возможности, что-то новое, да пусть работа монотонная, но все равно, ну, это же работа, вот, ну, она нужна мне. Я там приду с коллегами пообщаюсь, я пока там по пути что-то вот, ну, там могу сделать, там тоже кофе выпить. Это уже что-то новое, да, это какой-то ритуал определенный, который вот эмоции подключает. По поводу подключения эмоций, как-то я читал о таком приеме, что, ну, утром после пробуждения, или вообще, когда начинаются какие-то такие вот самозагрузки, просто заставить себя улыбнуться. И что-то как-то срабатывает, я это проверил на себе, может быть, это было мое субъективное, но когда даже заставляешь себя улыбнуться, что-то такое вот в голове происходит, такое хорошее, позитивное. Конечно, позитивные эмоции, да, хорошие эмоции, даже та же улыбка, они способны убрать очень много негативных переживаний у нас. Вот возьмите, вот ради примера, да, идете по улице, увидите хмурого человека, подойдите, пожелайте ему хорошего дня, посмотрите на его реакцию. Ну, первично, конечно, он сразу не поймет, что происходит, но потом, если понаблюдать за ним, ему это будет приятно, он начнет улыбаться. То есть мы запускаем этот механизм. И что-то такое вернется к вам. И что-то вернется. Поэтому все-таки не зря поется в детской песенке «Поделись улыбкой своей», и она к тебе ни разу еще вернется. Замечательная песня, хорошая песня. И правильная, скажем так. Правильная, да, мы о ней забываем в последнее время, надо ее, наверное, чаще на радиостанциях ставить, чтобы люди… Опять же, просмотры комедии, просмотры старых фильмов… Которые уже знаешь, которые вроде бы, да, но все равно. Вот люди часто там, бывает, когда уже на сопровождение берешь, они делятся там вот своими эмоциями, говорят, ой, я сегодня там фильм старый пересматривала, ну, там, к примеру, там, «Приключения Шурика». Ну, какой это классный фильм, ну, вот я вот не могу. И человек начинает делиться этим, и у человека эмоции переполняют. В этот момент ему будет не до стресса, в этот момент он не будет думать о каких-то там стрессогенных факторах. Знаете, вспомнил один интересный момент. Еще в середине 80-х я тогда служил в армии, и нам показывали советский фильм о войне, о военных временах. Дело происходило в Мурманске, к сожалению, не помню название, ну, давно это было. И там все жители Мурманска каждую субботу или каждое воскресенье, не помню, водили в кино и показывали один единственный фильм, который у них там тогда находился. Это комедия «Волга-Волга». И вот они каждую неделю, все, кто мог, приходили и смотрели один и тот же фильм. И надо было видеть, с какими радостными лицами они с этого киносеанса возвращались. Потому что для них это что-то нечто новое. И вообще поход в кинотеатр, да, и просмотр этого фильма, это было из ряда вон выходящее. Тем более в 80-е это годы. Ну да. Кино, это же вот только-только. А если это еще какая-то глубинка, то, конечно, для людей, они будут ходить каждый, они такие, что и каждый день бы ходили, а не раз в неделю. И раз уж мы заговорили о музыке и о улыбке, давайте послушаем соответствующую песню. Я птицу счастья свою отпускаю на юг, теперь сама я пою, теперь сама летаю. Подкритый кост, мы слечу кометы огибая тебе, мечта одно учу, теперь одна мыстая. Только улыбайся, улыбайся Невесомость не поверить и отдайся Улыбайся, улыбайся Закиду флески вдали, ловим мы корабли Рисуя время в пыли мы Сальвадор и Тали Над этой бездной моржи, мне глаза завяжи Рискуя светом дыши, его за крылья держи Только улыбайся, улыбайся Невесомость не поверить и отдайся Улыбайся, улыбайся Улыбайся, улыбайся Невесомость не поверить и отдайся Улыбайся, улыбайся Улыбайся, улыбайся Только улыбайся, улыбайся Невесомость не поверить и отдайся Невесомость не поверить и отдайся Улыбайся, улыбайся Невесомость не поверить и отдайся Улыбайся, улыбайся Ну и после такой жизнерадостной песни мы продолжаем нашу беседу с сегодняшней гостью Анастасией Алексеевной Ахмат, практическим психологом кабинета телефон доверия РКПБ МПЦ Анастасия Алексеевна, вот сейчас уже весна, в полном разгаре, уже все, солнышко, почки набухают Принято считать, что весна это время любви Вы работаете в телефоне доверия Чаще ли вам стали люди обращаться с какими-то любовными переживаниями? Ведь иногда любовь это тоже стресс, но влюбленность во всяком случае Ну я бы сказала не влюбленность стресса, а вот в отношениях между влюбленными Очень часто стрессовые ситуации влияют на течение этих отношений, на развитие этих отношений Ну скажем, появление недопониманий между двумя людьми влюбленными И человек, пребывающий в стрессе, чаще всего берем механизм влюбленности Это такая эйфория окрыленная, и тут приходит человек такой вот хмурый, помятый, который ничего не хочет И надо его как-то принимать Принимать-то надо, а тут начинается закрадываться вопрос А что не так? Может я что-то не так делаю? И опять поиск Да, и начинается вот этот поиск Либо, ага, а может меня там разлюбили, а может что-то вот, ну, а может я чем-то вот не устраиваю А может эти отношения там вот исчезнут рано Ну то есть да, у людей начинаются вот эти моменты Сейчас достаточно много обращений, касающихся любовной тематики То есть это и недопонимание в отношениях То есть уровень притязаний у людей разный Как, например, очень часто бывает, говорят, ну вот все же было нормально, пока встречались А жить вместе начали, вообще себя по-другому человек ведет Очень часто такое бывает, к сожалению, да И, кстати, когда люди начинают совместно жить, да, они пытаются адаптироваться к друг другу И они тоже испытывают стресс Потому что пока мы встречаемся, это все равно дистантные отношения Как только мы начинаем совместную жизнь, это быт, это принятие друг друга в новых условиях уже И в этот момент мы испытываем стресс Тут уже очень важно понять, то есть сможем ли мы адаптироваться, либо не сможем К сожалению, бывают моменты, когда люди расходятся Именно по этой причине, что они не смогли адаптироваться к друг другу Именно, да, по причине не смогли адаптироваться, вернее, они не смогли принять другого То есть вот они рисуют себе некую картинку, некую иллюзию, да, вот этих отношений А сталкиваясь с реальностью, то, что происходит, оно очень далеко от этой иллюзии И, опять же, да, момент, ну как это называется, конфетно-букетный период И как только мы начинаем, да, вот проходит этот конфетно-букетный период Начинается вторая стадия И вот на этой второй стадии отношения очень часто люди начинают конфликтовать, спорить И, опять же, бывают стрессовые ситуации настолько сильные, когда люди вообще не понимают из ряда вон выходящий Ну вот, как девушка звонила, ну это давно еще было И она говорит, вы представляете, он при мне ходит в грязных носках И для нее это шок, для нее это настолько неприятно Ну понятно, да, что там специфические особенности Но для нее это было настолько неприемлемо, она говорит Да я себе представить не могла, что так будет Ну вот, хорошо, по таким-то моментам всегда можно договориться Объяснить человеку, что ну не носи при мне грязные носки Но есть ведь вещи и поглубже, поглубеднее Да, есть и поглубже, но, опять же, они различные Вот если все обсуждать, у нас, наверное, времени эфира не хватит, если все перечислить Потому что то количество звонков, это же не только там любовные Они разные, или ревность Человек в стрессе пребывающий, у него очень часто проявляется ревность Причем иногда это такая даже патологическая ревность Когда ограничивают полностью своего партнера Бывают моменты, когда человек звонит и говорит Меня полностью контролируют, проверяется мой телефон Проверяются мои соцсети Как от этого и почему-то, я не понимаю И в этот момент мы объясняем, что человек, да, рядом с вами Возможно, может пребывать в стрессовой ситуации Обратите внимание, то есть ранее было такое И вот сколько, то есть на продолжение какого времени Период времени какой, сколько это длится И вообще как у человека, что происходит Чаще всего как раз таки при анализе понимаем Что это вот стрессовое состояние Которое, человек не в состоянии справиться с этим состоянием И, соответственно, человек близкий попадает под вот эту волну эмоциональную А вот в такой ситуации, в таких ситуациях, точнее Как научиться справляться с ними? Как научиться выходить из этого стресса И, соответственно, не загонять себя в него? Опять же, надо учиться принимать друг друга И надо понять для себя тот факт, что у человека рядом с нами Нету никаких там телепатических особенностей Они не могут мысленно прочитать наши мысли Мы не можем догадываться, что творится у нас в голове Важно донести до человека Если мы готовы поделиться с близким человеком Что с нами что-то не то, что-то происходит Важно донести и сказать, что вот мне сейчас плохо Я не понимаю, что происходит Ну вот мне сейчас дискомфортно Или вот мне сейчас очень там тревога у меня сильная Вот ну давай вот какое-то время Ну или там ты не будешь меня трогать Или наоборот, вот выслушай меня И вот такие вот моменты Важно озвучивать, как я всегда говорю Важно научиться проговаривать то, что с нами происходит Во-первых, сами будем сбрасывать вот эту лишнюю эмоциональную нагрузку А во-вторых, у нас есть возможность получить то, чего мы хотим Получить принятие Либо наоборот получить какую-то объективную версию И опять же не забываем Есть специалисты, которые специально обучены Которые умеют, знают и понимают, что с вами происходит И донесут до вас Анастасия Алексеевна, большое спасибо Я, конечно же, верю в то, что вот такие наши беседы Они обязательно кому-то окажут помощь Кто-то может что-то важное для себя откроет Кто-то что-то поймет Кто-то может посмотрит на себя со стороны На близкого человека Посмотрит более внимательно И, конечно же, очень хотелось бы услышать Какое-то пожелание нашим слушателям Жителям республики В первую очередь я пожелаю хорошего дня солнечного Который вот сейчас за окном Во-вторых, я хочу пожелать хорошего настроения Которое надо начинать с самого начала дня Как только проснулись И задавать свой день позитивно И, в-третьих, я хочу пожелать Чтобы мы умели принимать и делиться Это очень важно Разделять свои переживания с другими Не важно, кто это Пусть это даже вот рядом попутчик сидящий Просто проговорить Просто узнать, как у человека день И себе поможем И человеку настроение поднимем Ну и желаю хорошего дня Спасибо большое А я напомню, что сегодня моей собеседницей Была практический психолог Кабинета телефонного доверия РКПБ Медико-психологический центр Анастасия Алексеевна Ахмат А в студии был Эд Покров До встречи в эфире И спасибо за внимание Гость в студии Комета Донецк 98,6 FM Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому